какое там число сегодня 11 апреля в тени вот за парниками 29 и 7 почти 30 градусов вот так вот обалдеть 11 апреля все такой же ты мне кажется никогда не было на это сложно так что уже на месяца полтора без дождя последний февраль и там с обледенением были ну все уже второй раз будем поливать весь участок полностью шлангу который идет от колодца подсоединяем тройник с двумя шлангами это на один участок это на второй сразу две поливалки подключим проверяли напор позволяет всего два шланга одинаковой длины сейчас по 12 с половиной метров одинаковый напор из них такой ну естественно результирующий будет там уже регулироваться выходными отверстиями самих поливал одна на 16 другая на 20 отверстий будет вот эта модель на 16 отверстий но здесь 20 причем можно делать 14 здесь три штуки выключать кнопками так отключенного так включена можно три заглушить здесь три заглушить здесь будет 14 вот это нам на более маленький участок вот сюда а вот это на вот этот на большой практически весь его заливает с одного места вот это регулятора выставлять можно угол на который вот эта поливающая часть вращается туда-сюда вот так здесь такая же здесь вот это регулятор производительности подачи воды в систему сюда можно уменьшить увеличить мы ставим на максимум потому что ну даже если мы уменьшим все равно у нас насос-то работает с постоянной мощностью хотя вот если для двух поливалок можно в принципе вот этим регулятором сместить немного производительности сюда на вторую поливалку когда одновременно подключены поливалка поехала на огород немного сена на трусили сюда чтобы грязи было меньше на поливалке потом вторую аналогично здесь только ее поперек участка тут мы в длину так будем захватывать туда сюда оттуда сюда все туда брызгала тут забрызгала так приближается сюда а вот здесь точно достает отлично пошла обратно пошла обратно пошла обратно пошла обратно здесь край видно достает и здесь до угла тоже достала да вот капли упали пошла обратно здесь вот видно где сырое пятно вот здесь пошло 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 сюда в эту сторону и здесь вот он заканчивается так хорошо видно ну тут вот это весь участок 13 с половиной метров она в принципе только углы не поливает сейчас подумаем как решить эту задачу скорее всего еще одну поливалку надо третью поставить и будет захватывать там например полностью захватывает участок но надо сделать чтобы здесь еще полностью захватывал вот масштабность видна вон танюха стоит там тебе там на руку брызгаешься на ну он танюхи на руку добрызгивает даже ну так вот в эту сторону также тоже даже больше десяти метров захватывает на на где-то метров 12 получается да отлично вполне такой вариант чтобы поставил забыл и можно автоматизировать даже на таком этапе этапе все и там тоже также брызгает он за танюхой все и там тоже все все это нюхо стало так чтобы было масштаб видно хорошо процессов достает до тебя сейчас отходи даже там брызгает да в общем участок 8 метров и еще где-то на метр на полтора местами достает все спаржа поливается тут все все посевы весенние поливаются и парники сразу открыли польем заодно ну и здесь да здесь лук рядами всходит здесь 10 семян лук там теснок и лук из сивка здесь у нас морковка парник помидоры начинают сходить шпинат хорошо видно да он там вот видно зелененькие уже горох начинаем да и пока мало но уже есть поздняя только лезет на вроде все отлично эту грядку достает все супер видно там и здесь отлично заливает все настроили место определили и можно там какие-то подставки поставить чтобы долго не бегать не настраивать стою мне вот на ногу сюда брызгает по факту вот сейчас поливаются здесь примерно сотки полторы там пол сотки то есть примерно две сотки поливается вот за одну установку поставили банки нам надо хотя бы сантиметр 2 миллиметров 10-20 палец чтобы хватило на дня 35 ближайшие ну что засуха реально уже полтора месяца нету дождя вот как обледенение мы показывали тогда вот лило толщину слой льда на всем даже на вот таких тоненьких веточках ну что скажешь когда же в середине февраля дождями таянем снега льда мы показывали залилу и погреб все потекло это же вот называется жесть самое натуральное это как-то сливать 2 и все с тех пор сушь 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 сухая пыльно сухая весна очень плюс 30 еще у нас не бывало в период цветения абрикос вот уже минут 20 поливается примерно с пол сантиметра воды вот это вот по всему участку уже есть один миллиметр слой воды это один литр на каждый квадратный метр ну конечно струи высоко угоняет весьма высоко видно как лупит вверх капитально если что характеристики по этим моделям остеллирующих дождевателей можно посмотреть по ссылкам у нас в описании под фильмом так ну что примерно час прошел посмотрим сколько там воды о отлично сантиметр примерно налило и хватит вечер сильно стараться сейчас не будет хорошо полило выключай сейчас посмотрим сколько в середине тропинка кстати заделана сеном сразу чтобы не вязать по тоже сантиметр как и там на углу то есть принципе равномерно получается все нормально да да я уже сказал что сено я иду по чистому тут слой сено хорошие наложили вот так 7 утра 12 апреля 8 градусов именно если парников буквально два-три дня назад несмотря на дневную жару 8 апреля ближе к вечеру уже за ищи 26 градусов бота проветриваем чтобы не перегрелся по ночам был мороз и хотя мороз сравнительно небольшой всего лишь порядка минус 6 градусов 5 утра мороз утром мороз на слонги и не лед 6 на конечно накрывали полиэтиленовые парники дополнительными укрытиями правильно сделали что с вечера парники прикрыли еще и спонбондом дополнительно причем здесь даже двойной слой спонбонда потому что когда морозит с вечера и до утра даже слабый мороз может не только охладить ниже нуля воздух в парниках ну и проморозить поверхностный слой почвы вместе с посеянными семенами посмотрим сколько в самом парнике примерно 1 градус 1 из 6 да там мороза нету конечно холодно но не семена в почве не если что-то зеленое торчит при такой температуре уже не поймут а у нас ведь уже посеяны в томаты перец баклажаны и даже высажен пророщенный батат и его зелень уже вообще над землей и все эти культуры не выдерживают даже совсем слабых минусовых температур 7 утра видно что все такое побелевшие от мороза трава замороженная даже грядка белая здесь тоже но раз по утрам плюс 8 уже укрытиями дополнительными не накрываем в общем потихоньку уже и ночи становятся более теплые ну правда и днем все жарче уже 30 градусов практически в тени наверняка еще заморозки будут конечно по прогнозу май где-то раза в два ожидается более холодным чем апрель довольно аномально конечно вот так вот в апрелях настолько жара затяжная уже видно ряды лука здесь более густо лук семенами на сеянку а дальше ряды видно лук семенами уже на репку возможно там даже прорвем потом ролень неплохо довольно сходит ряды видно смог здесь ряды лука видно здесь тоже посажен репчатый лук только здесь уже сеяли не семенами а луком севком это лук сажали не под зиму в этот раз сеяли весной поэтому без мульчирования пока но видимо придется замульчировать потому что очень жарко уже и быстро сохнет а здесь немного лука на семена посадили крупные выбрали сходят свекла уже можно сказать взошла бататовый парник батат высажены пророщенными клубнями тоже порастает потихоньку помидорный посленовый парник начали сходить безрассадные помидоры сходят баклажаны здесь кстати с края несколько кустов горшечных томатов высадили буквально один метр грядки для раннего урожая сорт ультра здесь новый для нас лидер розовый попробуем здесь розовый штамп все три сорта штамповые явно в рассаде были такие коренастые просто за пленку рукой хватаюсь легко вытягивается не надо там ничего освобождать красавица это уже розовый штамп да красавчик слышь деревенские забавы до широкие листья на снимается хорошо да без проблем многолетняя грядка с луком бутом платуном бушует уже давно его щипаем режем дергаем уже после обрывки сколько нарасти успела это грядка с многоярусным луком многолетняя тоже эту многолетнюю грядку пора прополоть уже первый раз щавель уже растет есть кстати вот это пучки чеснока которые сами по себе на краю участка растут уже такие практически обрывали полностью уже вот это уже успела вырасти опять главное растет на тропинке моего здесь затаптываем летом но ему хоть бы что все равно растет активно кстати из трех пекинских капустин которые оставляли под зиму в середине зимы там когда слишком морозно без снега было сеном прикрывали вот это вот торчит там насыпали немножко сена сверху когда прогнозе минус 20 появилась ну а дальше с ним засыпало сантиметров 20 еще вот один куст выжил хотя так минус 10 минус 15 она и без пучков сена выдерживала вообще без проблем днем размораживалась и росла но две штуки не выдержали видно сухие кусты но одна явно начинает сразу стебель гнать может еще семена соберем кабачков огуречный парник более поздний сорт кабачков только-только сходит а более ранний уже он заросли какие на огурцы прямо отлично взошли еще и прорвать придется у нас там хотела мама взять накопать что есть лишние пойдут сантиметров через пять надо будет в ряду прорвать или с запасом и на случай медведки на случай чтобы маме дать чеснок на 12 апреля подрос довольно хорошо уже успел и который сажали под зиму и который уже вон там в конце сажали весной новые сорта для нас здесь вот это первый участок тут проверяем оптимальную густоту посадки для сорта с неизвестным названием которую мамы взяли видно там реже посажен здесь гуще 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 посмотрим где получше вырастет здесь привычный нам три участка здесь мы попробовали поэкспериментировать вот этот сажали ребром сюда на юг должна была плоскость вот такая я вот быть ну что-то в этом сезоне как-то меньше это проявляется вот это например правильно растет этот сюда в сторону этот сюда вот так растет а должны все по большей части вот так быть но здесь в принципе похоже да но много таких вот например вот явно не туда растет здесь вот сажали сюда ребром на северо-восток то есть плоскость должна быть в большинство вот так вот расположена здесь вот правильно правильно здесь наоборот вот так поперек два штуки здесь тоже поперек торчат в общем как-то странно так что не совсем корректные результаты эксперимента будут ну между тем он там да там преимущественно так растут 3 сажали обычно хаотично тут закономерность не просмотрится этот сорт название тоже не знаю а здесь три новых для нас сорта вот это сорт чеснока attach это любаша и марада в общем то тоже все эти сорта насколько поняли можно сажать и под зиму но мы его зимой только купили так что как земля разморозилась сразу вышли посадили но пока он конечно намного слабее выглядит хотя взошел практически одновременно вот чесноком посажены под зим но между тем вот насколько меньше растения сейчас здесь уже вот такая разница все таки этот всю зиму укоренялся сейчас у него мощные корни а этот сейчас одновременно зелень пускает и укореняется поэтому естественно отстает здесь тоже кстати проверяем сразу какой сорт на кумастане сажать там вот там вот на этот на участочек три штуки приходится здесь пять здесь на штук десять и по всем трем сортам такая проверка посмотрим какой оптимум для него будет до с утра прям шпинат вообще отлично видно зелененькие всходы хорошо сходит что даже наверное придется прорвать густовато явно сходы гороха конечно шнит лук тоже давно уже зеленый мы его сейчас в основном не едим просто так раз просто так растет кстати да наставили по участку погремушек в этот раз самого начала сезона на всякий случай потому что видели зимой снега когда не было везде по степи даже у нас на участке тут норы и за участком норы везде вот к примеру явно жилая нора огород вот он вот еще жилая нора и вот нора прошлом году катастрофа машина была много урожая съели вот думаю может быть если пораньше поставим эффект будет но вообще поставили еще и звуковую погремушку электрическую вкопали может быть и она поможет ямку примерно вот так получилось жужжалку вкопали периодически включается днем заряжается ночью поэтому тоже работает работает или нет она плане отпугивания пока непонятно если увидим что мы шли по степи много у нас нету значит жужжалка сработала потому что банки например именно уже мышей когда много было они точно не отпугивали жужжалка посмотрим она то в принципе в основном написано прежде всего от кротов слепышей что у нас вот здесь вот грядка петрушки было вот из всей петрушки остался вон там пучок торчит вот пучок и вот остальное слепыш успел все сожрать прежде чем мы его выловили мы показываю в отдельном фильме как поймали если что характеристики по этой модели отпугивателя кротов грызунов змей можно посмотреть по ссылке у нас в описании под фильмом подумаем про другие средства какие-то а может мышей не будет это маду в принципе сейчас уже пробовали норы закапывать и уже сейчас они не раскапывают мыши возможно их уже и нету как появляются незаметно так исчезают незаметно даже если аномальных много потом какой-то момент просто их не слышно не видно здесь он видно мыши пытались это пенамбур все зиму грести доставать прямо такие лунки вокруг стебли косы цветет причем в основном по верху внизу видно что цветения нету тут все вымершие по большей части отдельные цветы уже листья появляются а верху прям цветет активно может быть если слишком сильно морозить не будет даже урожая нам еще насыплет так-то деревья почти каждый год цветут ну раз пять в десять лет если дадут что-то она уже рада и нашим то климате сейчас уже крыжовник цветет какой мощный опылитель красавец прямо прилетел по позировать кстати уже спаржа сходит уже можно даже вот такую дергать толстенькая такая уже толщиной спалис есть даже здорово спаржу видно неожиданно неожиданно рано она с другой стороны чего удивляться настолько тепло здесь вот тоже лезет достаточно толстая хорошая дальше пока не видно вот-вот появилась тоже еще есть да уже скоро будем спаржу есть если заморозок значит накрывать надо уже потому как-то расслабились нам толстая лезет это уже сорта более культурные купили нежели то что у нас раньше было она явно потолще хорошая толстая идет прям такая вообще спали с толщиной вообще такая супер классно рядом с хреном растет у нас многолетничек тоже вот так что уже первые урожаи есть весенние что интересно здесь вот спаржевая грядка более старая здесь как-то не видно пока чтобы что-то всходило старые дрючки торчат а дальше так тоже пока свежая не лезет видимо здесь все таки сорт не такой резвый как с той стороны новые посадили возможно это какой-то местным и покупали без названия было давно еще советские времена посадили до сих пор растет многолетняя грядка возможно местный более осторожный знает какие заморозки бывают у нас поэтому держит свою ботву долго под землей до пекинская капуста гнездами посеяли с запасом небольшим сходит видно видно пекинскую капусту насажали в этом году разные сорта будем проверять что нам нравится мы как-то раньше особо не выращивали пекинскую капусту ну вот посмотрим порядка восьми сортов и гибриды там причем сорта с таким расчетом чтобы можно было самим семена потом собрать если понравится но собственно участке довольно много теснока в разных местах растет здесь от раньше края участка был потом позднее туда переехал поэтому раньше этот теснок конечно при поливах дождеванием ему воды хватало но но без полива видно что все равно он культура довольно устойчивая растет как травка здесь видимо иногда мы им же эмульчируем даже идет на мульчирование когда косим конечно пользуемся и мы и первыми весенними дикоросами вот это карпеладу удобно растет у нас причем мы ее сюда не сажали она у нас вот так на границе зарослей и степи сама здесь разрастается и много вон туда идет и сюда идет это все крапива 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 чтобы не было недопонимания в нашей местности говорят крапива именно в нашей местности но по школьной программе правильно конечно крапива ну например говорим крапива нам с детства так привычнее вам лет и супы у нас идет в основном даже в драники как дополнение такое сейчас вот например в холодильнике еще суп стоит с крапивой так что пользуемся кстати это уже вот это вот такая отросла уже после того как мы почти все здесь по обрывали вычистили вот с утра видно где сухие пятна остались довольно хорошо после вчерашнего вечернего полива знаем что многие люди в нашей местности уже картошку посадили мы пока не спешили потому что знали что по ночам мороз все равно будет сидеть и потом опасность выше вплоть до июня может выверзнуть но участок уже полили перед посадкой учитывая засуху сразу здесь осталось сбрызнуть уголки еще вот эти сухие где поливал к не достала чтобы пропитала земля вот так принципе уже готовимся тоже хотя и тоже рискованно несмотря на жару потому что все-таки реально у нас бывало до минус пяти даже в июне когда картошка уже была огромная мы показывали не раз эти кадры в июне спасали ну и недополитые вчера углы жека сейчас вручную поливает парники с томатами и парники с бататом на день мы торцы открываем и даже в середине вот у этого парника в двух местах сели зазоры с бортов сделали и там вот два зазора это чтобы не было перегрева потому что плюс 30 днем многовато нужно очень хорошее проветривание ну и вечером закрываем все закрываем торцы боковое проветривание как обычно делается довольно просто таким вот макаром здесь плотная тропинка там в рыхлая грядка вот так вот просто кол в одном месте в твердую тропинку вставляется и все ну а на ночь переставляется уже на место чтобы до конца закрыть а в таком виде получается вот так вот натянута сюда вблизи так все нарвем спаржи на ужин амолед сделаем со спаржи вообще началась пора вкусняшек огородных я вообще не заметил как она такая огромная успела вырасти это вообще просто до нас мой палец толщиной практически очень сладкая вкусная штука деликатес классно вот эту рвать не буду она толстенькая вырастет она пока еще мелковатая вот этим будем рвать очень хрустящая сочная красивая а красота болин а это вот смотри тут рядом вообще это еще толще мне кажется да это даже это уже наверно как мой большой палец вот так вот ну вот первый урожай в этом году надеемся ее будет еще долго например на месяц полтора до около месяца выгоняет на на рвем еще нам это прям это довольно толстый таки прям есть в этот раз класс вот такой небольшой обзорчик так что пока все небольшой своевременный весенний обзор влогового типа если видео информация понравились полезным ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы и на ю тубе и на дзене чтобы сразу узнавать о выходе новых видео и делитесь друзьями и напоминаем что наши видео бесплатны для всех а публикация новых видео и существование всех наших каналов из-за отключения монетизации сейчас буквально зависят от нашего голого энтузиазма и помощи зрителей вашей помощи поэтому любая ваша посильная поддержка лайками подписками ссылками на наши видео друзьям а также и посильная денежная помощь нужны сейчас нашим каналам особенно и актуальные данные для финансовой поддержки можно найти в описании под нашими видео и в описании канала заранее всем спасибо удачи и отличных урожаев с вами были татьяна и евгений гордеева а если у вас есть опыт земледелия пишите в комментариях поделитесь опытом ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран комментируют и читают если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом упоминая регион условия и особенности выращивания это поможет всем легче ориентироваться понимать и успешно применять новый опыт своих условиях несмотря на климатические аномалии заранее спасибо и напоминаем что все наши эксперименты проводятся и технологии выращивания с рекордными урожайностями разрабатываются нами уже треть века в условиях зоны крайне рискованного и неустойчивого земледелия до теперь будет экстрим купания не могу даже смотреть боже я то знаю как это холодно он ушел под воду не дурно если честно ребята мне дурно он под водой вставляет шлангу напоминаем что мы выращиваем все растения жарком климате ростовских луганских степей в условиях где температура воздуха в сезон бывает и выше плюс 40 и температура выше 40 вообще в порядке вещей и выше плюс 50 градусов цельсия а наша глинистая почва легко нагревается и до плюс 70 градусов смородина распускается уже ароматная какая и а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok